Сразу три ДТП с пострадавшими произошли 7 октября. На малой коммунальной дороге водитель ВАЗа не учёл интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия. Наехал на бордюрный камень. Автомобиль опрокинулся на бок. Мужчина получил телесные повреждения. Госпитализирован в больницу. На проспекте Музурков, дом 13, водитель, 81-го года рождения, управляю автомашиной «Рено Аркана», выбрал такую скорость движения. Тоже не позволило сбежать столкновения с автомобилем «Фольксваген Пассат», который остановился на светофоре. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Тоже был отпущен домой. В этот же день до Силкина «Хюндай» при повороте налево не уступил дорогу «Шкоде», которая ехала по главной дороге во встречном направлении. В результате произошло столкновение. По словам Михаила Кондрахина, главными причинами ДТП остаются несоблюдение правил дорожного движения и невнимательность за рулём. Также нередко несчастные случаи на дорогах происходят из-за пьяных водителей. Хочется, опять же, гражданам лишний раз сказать, чтобы они осуществляли какое-то взаимодействие с нами в плане того, что сообщали бы водитель, который находится в тайне опьянения по официальному номеру. Если по сообщению гражданина подтвердится то, что водитель находился в тайне опьянения, и будет составлен такой материал, то гражданин, который об этом сообщил, получит вознаграждение в размере 2000 рублей. Мошенники продолжают обманывать горожан. Саровщенко сообщил о том, что ей позвонил сотрудник сайта госуслуг. Сообщил, что её аккаунт взломали. И чтобы его восстановить, необходимо продиктовать код из СМС. После всех действий злоумышленники получили доступ к личному кабинету заявительницы. Возбуждено уголовное дело. При общении с неизвестными собеседниками просто не нужно предоставлять ни персональные данные, ни какие коды доступа, сообщения и тому подобное. Сотрудники ни сервисов, ни банков, ни полиции гражданам не звонят первыми, тем более в таких случаях. Поэтому лучший способ обезопасить себя – это просто повесить трубку и не продолжать разговоры. За прошедшую неделю сотрудники УВД выявили 38 административных правонарушений.